Сегодня предложили мне рассказать про одного из моих любимых писателей. И хотя обычно, в особенности раньше, называл я совсем других авторов среди своих любимых, латиноамериканских магических реалистов называл, и Кавку называл, и каких-то там совершенно иных отечественных авторов, выбор мой почему-то сразу упал на Бабеля. В Бабель я влюбился относительно недавно, уже после того, как я прочел Платонова, которого любил со школы, узнал о существовании Бабеля. И буквально несколько лет назад, ну конечно Бабель мы проходили в школе, но я его как-то там пролистал. И не понял совершенно, и не оценил. И буквально несколько лет назад, когда мне предложили, как же писателю, съездить в Одессу на фестиваль рассказа, который там проходил, посвященный Бабелю именно, я согласился, и именно для того, чтобы не ударить в грязь лицом, пришлось Бабель прочесть. И хотя я его помнил и ассоциировал прежде всего с одесскими рассказами, то есть таким одесским еврейским юмором, со специфическим этим очень языком его, переложенным с идиша на русский, с сохранением всех грамматических и синтезических конструкций, от чего он кажется совершенно каким-то и комическим, и в то же время каким-то нереальным, тут мне пришлось прочесть «Конармию». И «Конармия» я оказался совершенно сражен. Не знаю, сколько из вас «Конармию» читали, и сколько из вас ее читали в сознательном возрасте, но это, безусловно, великое совершенно произведение. То есть, во-первых, это поэма, хотя это как бы сборник рассказов, объединенные общей темой и общим приключением, общим героем. Но на самом деле это поэма. Белый стих, верлибр. Удивительно совершенно написанная. Сжата. Невероятная метафорика, потрясающий язык, блестящий стиль. И при этом каждый рассказ, а не крошечные рассказы, в рассказе может быть страница, может быть полторы страницы, и само произведение очень небольшое. Каждый рассказ просто настолько насыщен драмой, настолько насыщен человеческими страстями, эмоциями, и это самые яркие, это самые драматичные эмоции. Это в каждом рассказе и смерть, и мучения, и надежда, и любовь, и все это в невероятной концентрации. И написано, повторюсь, потрясающе. Я так удивился, я считал, что Платонову в нашей литературе с его этим вот необыкновенным инженерным языком, таким новым советским языком, нет равных. И выяснилось, что до Платонова еще был Бабель. Бабель, то есть конармия, в конармин пошел в 20-м году служить, и уже оттуда привез фактически зачатки этого произведения. Бабель это один, может быть, из первых, если не первый, новый советский прозаик. Вот как Маяковский стал новым советским поэтом, так Бабель стал первым новым советским прозаиком. Со своим новым вот этим стилем, равным которому в прозе российской, русской точно не было. Почему я выбрал еще? Конечно, для сегодняшней этой лекции. Конечно же, каждый из нас, читая книгу, пытается себя в ней как-то узнать. И так же я, решив стать писателем, читаю произведения настоящих писателей, заправдочных, в отличие от меня, и так или иначе приходится на себя примерять все их мысли, все их соображения о писательском ремесле, все их сомнения, их выборы жизненного пути, траекторию своей писательской карьеры в какой-то степени, и думать, так ли я бы поступил. И дело в том, что то, через что пришлось пройти писателям, и поэтам, и деятелям искусства, при становлении большевизма, при становлении советской власти после Великой Октябрьской социалистической революции, это очень необычный процесс. Многие деятели искусства, артисты, писатели, режиссеры, поэты восславили революцию, восславили слом старого мира и стали глашатыми созидания нового мира добровольно. Кому-то пришлось это делать, кто-то пошел на это из конъюнктурных соображений. Тут, говоря о том, как целый ряд талантливейших авторов, от Маяковского и Есенина до Горького, Бабеля, Кольцова, Эренбурга, как они вступили в союз с советской властью, как они стали добровольными ее пропагандистами, можно сказать, глашатыми. Это процесс очень интересный, процесс обоюдный. Писатель, конечно, в России во все времена являлся чем-то большим, чем он являлся в Америке, например. Американскому писателю дозволено и предполагает, что он людей будет развлекать. Никакой особенной миссии на американского писателя не возложено. Он не должен глаголить истину, он не должен быть оракулом. Он должен просто писать на те темы, которые ему интересны. Он не должен спорить с царями, потому что царей в Соединенных Штатах Америки нет, а у нас они были всегда. Он не должен быть совестью нации. Он просто пишет на те темы, которые ему интересны, развлекая людей. У нас все было всегда иначе. С Пушкина начинаю. Писатели, настоящие писатели, скажем так, они были как бы теми самыми пророками, они были тем самым голосом совести, или должны были бы быть, по крайней мере, и часто являлись. Которые другую точку зрения давали на судьбу Отечества, на положение народа, на отношение власти народа на власть, чем официальная точка зрения. Часто это была единственная альтернатива. У нас в стране плохо всегда было со свободной прессой. Политическая жизнь при монархии, при большинстве, скажем так, царей, за исключением, может быть, Александра II, была очень задавлена и монополизирована. При советской власти то же самое. И поэтому писатель, в общем, брал на себя функцию и роль того, кто должен говорить людям правду. Того, кто должен осмысливать жизнь честно, искренне. Предполагалось, что писатель должен быть близок к какой-то истине. Поэтому такое отношение к писателю у нас, как к человеку, которому нехорошо, соблазняться материальным. Недостойно быть богатым. Потому что если ты богат, значит, или ты, если ты более делаешь это ради заработка, то ты не можешь это делать ради истины. Значит, ты слишком материален, тебя можно купить. Поэтому до сих пор такой скепсис к преуспевающим писателям. Писатель не должен этим зарабатывать. Писатель, напротив, хорошо, если страдает. Да, и потому что в страданиях открывается истина, как известно. Чем больше ты испытал, чем дальше сослали тебя в Сибирь или на Колыму, чем больше ты провел на рудниках, чем больше ты терпел лишения, голодал и так далее, тем предполагается, что ты ближе к истине, тем больше ты жизнь познал. И это связано, опять же, исключительно с нашим русским пониманием того, что такое писатель, в чем его роль, в чем его функция. Именно поэтому писатели так нужны были власти. Сознавая, что как Пушкин, так и про Толстого говорили, что один царь в Зимнем дворце, другой в Ясной Поляне. То есть Лев Толстой, будучи просто пишущим автором, являлся настолько мощным средоточием морального авторитета, что мог запросто спорить со всем остальным российским государством, с монархией. И чаще прислушивались к нему. Он мог спорить с церковью, за что он был предан анафеме. И это положение сохранялось. Советская власть, надо помнить, что, несмотря на то, что нам с вами рассказывали в школе, на самом деле это был вооруженный переворот, организованной маленькой группой очень энергичных, фанатично преданных своему делу людей, не имевших широкой общественной поддержки. Большевики, на самом деле, назвали себя большевиками в то время, когда им на единственном съезде удалось получить перевес, хотя во всем остальном время меньшевики набирали абсолютное большинство. И даже коммунистическая партия, это была самая немногочисленная партия всех возможных. СР были куда более многочисленны, СД были куда более многочисленны. Пришла к власти очень небольшая, малочисленная группа лиц, фактически, которая просто повезла, которая сумела воспользоваться властным вакуумом, и при помощи вооруженных людей захватить ту самую почту, телеграф, Зимний дворец и прочее. И разумеется, этим людям необходимо было любой ценой власти удержаться. Удерживались они изначально, кроме политической пропаганды и демагогии определенной, чудовищным уровнем насилия запредельным, который в Царской России просто не существовал, но также и изяществом и красотой своей идеи. В отличие от того, что происходит сейчас у нас в стране, большевики пришли с проектом. Они собирались, не знаю, сколько они собирались, они говорили, что поведут Россию в новый мир. Представляли людям образ какого-то прекрасного нового мира, который они собирались создавать. За исключением, за пределами политической риторики или демагогии, за пределами марксистского учения, который, разумеется, если его не сводить, или ленинского учения, который, если не сводить к Дум-Трем каким-то простым формулам, они, простому человеку, разумеется, непонятно, нужно было что-то, что помогло бы простого человека, трудового человека, а также городскую мыслящую прослойку, интеллигенцию, читающих людей, мыслящих людей, на их сторону завербовать. Им были совершенно необходимы большевикам, конечно, люди искусства. Потому что к политическим лозунгам человек может быть восприимчив, но один рассказ пронзительный, одна кинолента, и недаром Ленин говорил, что из всех искусств для нас важнее кино, способны в человеке просто его эмоциональные отношения к какому-то вопросу полностью переменить. Ты смотришь один фильм, этот фильм делает тебя на всю жизнь другим человеком. Ты прочитываешь рассказ или два рассказа, и переплавляешь свое сердце, твою душу перевербовывают этим рассказом или этим фильмом. Рационально, человек на самом деле нерационально мыслящее существо. То есть люди формируют свои пристрастия, позиции, убеждения исключительно эмоционально. Искусство – это самый доступный и понятный способ эмоциями манипулировать. И среди тех людей, которые пришли к власти, которые поддержали большевиков или которые были среди них, были, конечно, люди очень тонко это понимающие. Нужно было завербовать души целого народа на свою сторону. И эта функция была поручена не только комиссаром, не только ЧК, но и, прежде всего, не политическим пропагандистом, но и, прежде всего, писателем. Я считаю, что огромной удачей было со стороны комиссаров, культурных комиссаров, прежде всего, Луначарского, большевистских, привлечь на свою сторону Маяковского, привлечь на свою сторону Родченко, Эйзенштейна, привлечь на свою сторону Бабеля и так далее. Эти люди для нас создали образ, для наших предков в 20-х годах создали образ того великого проекта, той великой страны, которую они собирались строить. Они показали, тем самым, ради чего будут все лишения, голод, продразверстка, репрессии и так далее. Надо было терпеть, чтобы большевики имели возможность, коммунисты имели возможность, советская власть имела возможность воздвигнуть новый, прекрасный, удивительный мир. И власть очень активно занималась, конечно, вербовкой писателей в свой стан. Одним из них добровольно, и мы сейчас, собственно, к этому придем, почему, стал Бабель. Тут два слова, наверное, о том, зачем писателям власть. Зачем современные, это вопрос, на самом деле, для нашей страны неприходящий. То есть, как льнули писатели, некоторые, не все, разумеется, кто-то уехал на пароходе философов, эмигрировал из страны, поняв, что не сможет себя в ней найти. Но масса талантливых людей, искренних людей, или не искренних людей, а талантливых людей остались, примкнув к власти. Власть, советская власть, в отличие от власти царской, повторюсь, понимая огромную значимость искусства для того, чтобы привлечь на свою сторону сердца и души населения, писателей щедро даривало. Гонорары были при советской власти уже тогда, в 20-30-е годы, великолепные, на которые там можно было жить и жить. Опубликовав одну пьесу, имея ее в театре в каком-либо, можно было существовать год или полтора или два года. Бабель фактически все 20-30-е годы прожил на свои гонорары от публикации «Конармии», одесских рассказов, на постановку пьесы «Закат», на доходы от постановки пьесы «Закат» и переделки двух или трех киносценариев. Писателям выделяли квартиры, были построены специальные дома для писателей в центре Москвы или там устроены специальные дома. Тогда, в 30-е годы был построен поселок Переделкино, то есть всячески власть старала писателя охмурить. Разумеется, недостаточно для русского писателя, который сам прекрасно понимает, что он больше, чем писатель в этой стране. Просто деньги, просто квартира, просто дача. Потому что русский писатель, как мне кажется, вполне отдает себе отчет в том, что политическая жизнь, культурная жизнь в стране, литература центрична. То есть вокруг литературы многое обращается. Русский писатель вполне отдает себе отчет в том, что он должен быть тем самым оракулом. Русский писатель хочет власти над умами. Он хочет, чтобы его слушали, он хочет заниматься проповедью. На этом погорел Гоголь, который, написав «Горе от ума», после этого вдруг увлекся политическими проектами, основанными на православии и духовности. Этим прославился Толстой. На этом переключился Горький, который из правдоруба в какой-то момент стал неформальным министром культуры Советского Союза, ведя через свои личные отношения работу с многими, если не со всеми видными деятелями культуры в стране. И именно приближением к себе власть охмуряла писателей прежде всего. С писателями дружили члены ЦК. Писатели приглашали на домашние ужины и обеды главы НКВД и ЧК Егода, Ежов и так далее. Писатели сажали за стол, писателей звали на какие-то закрытые мероприятия, писателям создавали ощущение, что они могут за какой-то тайной вечер, за каким-то ужином интимным, что-то царю или царям нашептать такое, что потом мир переменит. И на это писатели оказались очень падки. И это такой вполне себе процесс соблазнения дьяволом святого, каким должен бы быть, по идее, русский писатель. И все, что происходило, ну и происходит, на самом деле, зачем? Там Леонид Ильич Путин собирает у себя писателей. Понимаешь, что ему там по барабану, да? То есть он в последний раз, я думаю, что читал, может быть, другие какие-то книжки, исторические или сводки, которые ему предлагаются про чтение. Тем не менее, не просто он собирает у себя прозаиков, но это все демонстрируется по телевидению широко. И каждый раз, когда он встречается, раз уж год он встречается с ними, это обязательно показывается. Потому что писатели, как бы, совесть нации. И потому что, уважительно слушая президента, они тем самым ему в общем поклоняются и признают его над собой власть, авторитет. И писателем, ты лестно, и меня поскольку тоже нескоро звали на такие встречи, но я всеми увиливал от них, сказавшись больным или в отъезде, как раз именно для того, чтобы меня не прикормили, не похлопали по холке, не сказали там к ноге, так, я понимаю, каков соблазн. И соблазн это большой, то есть тебя оценили, тебя сам там президент зовет, а уж советские годы, что говорить, да? Авторитет власти был гораздо выше, власть фактически не божительствовала. И, конечно, почет, который возникал от того, что соблазн, престиж быть приглашенным домой, как к главе ЧК на тайный ужин какой-то, только для друзей, только для своих, он был огромен. Бабель для меня интересен тем, как он через это прошел, как человек, ну, то есть невероятного таланта, чудовищной трудоспособности, невероятной, и очень любопытный, любознательный, как он свой талант, свой гений, можно сказать, на службу власти поставить мог бы, и ставил даже, но не захотел, как он за это поплатился, как он пытался к власти подлететь, не обжегшись, об ее пламя, но обжегся и сгорел. Бабель, ну, помимо того, что это человек уникальный, совершенно одаренный, человек с очень необычной судьбой литературной. И он был мифоман, любил про себя мистификатор, любил про себя рассказывать массу вещей разным людям, разыгрывать людей, из-за чего не вполне ясно, что в его биографии можно считать точным и подтвержденным, а что нельзя. Прабабеля говорили, что он служит в ЧК, что он был чекист. Что он настолько был заворожен смертью и своей властью над людьми, будучи чекистом, что часто просто из удовольствия, из жажды развлечения спускался в подвалы на Лубянке, имея доступ туда, и наблюдал за пытками и расстрелами людей. Прабабеля говорили, что у него был, что он дружил лично с главами ЧК, с Ягодой и с Ежовым, что у него был роман с Ежовской женой. И многие подозревали его не только в сотрудничестве, не просто сотрудничестве, в службе ЧК, но еще в каком-то вот таком садизме. Известны случаи того, как он спускался в крематории к печам и смотрел, как сгорают тела, наблюдал за ними. И тема смерти, тема насилия, тема той власти над людьми, которые дают право на насилие, солдатам, комиссарам, чекистам. Она его очень занимала, конечно. Если брать кон-армию, то можно подозрить его прямо в упоении насилием, в том, что он им очарован. И в этом тоже хорошо бы разобраться. Родился Бабель в 1894 году, если я ничего не путаю, в Одессе, в семье еврейского торговца. Был третьим ребенком. Попытался поступить в коммерческое училище имени Витта, но не прошел по еврейской квоте. И еврейская национальность его вообще давлела над ним, его еще присутствовало в его жизни. Бабель очень себя ощущал евреем, тем более, что в то время советскому человеку не давали о его еврейской национальности забыть. Мало того, что жизнь немножко пошла не так из-за квоты на количество евреев, студентов его с первого года учиться не дали. Потом в годы подростковые и в годы гражданской войны он неоднократно становился свидетелем еврейских погромов. Хотя его семья, насколько я понимаю, не страдала, но евреев, в общем, били, жгли и вешали, грабили все, кто не попали. И поляки, и украинцы, и казаки. В общем, антисемитизм процветал и вообще всех всех били. Но евреем доставалось со всех сторон. И они были бесправны и бессильны, противостоять этому никак не могли. И Бабель, конечно, это все вокруг себя видел. Его это не устраивало. Это ощущение бессилия, это еврейская судьба, когда ты должен быть всему покорен и постоянно ждать удара, и жить, сжав голову в плечи. Не хотел он такой жизни для себя. Его одесский рассказ, где он героизирует бандитов одесских с молдаванки, которые, хотя евреи, но при этом носят в кармане револьвер и могут и надерзить, и вполне себе лихи для того, чтобы грабить и банки, и нападать на полицейских и так далее. Это в какой-то степени первая была его попытка дать пример такого еврея своей судьбе непокорного. И может быть, от этого Бабель, как и многие другие евреи, пошел в революцию, потому что в царской России жизни ему особенной не было. Не было перспектив. Вообще, в революции многие для себя, там и пролетариаты, и бедная часть крестьянства, и определенные разночинцы увидели для себя лично возможность свободы. Жизнь царской России была бы для них слишком тесной, была бы жизнью в бочке. Были спривилегированные сословия, были сословия, которые никогда бы никакой жизни не увидели. И Бабель пошел в революцию, потому что увидел для себя возможность освобождения от своей судьбы, возможность кем-то другим эту жизнь прожить. И Бабель действительно служил в ЧК. Неизвестно только сколько. Первые рассказы его были опубликованы еще до революции. Печатал их в журнале Лев Маяковский, потом Горький. И Горький посоветовал Бабелю, сказав, что он подает определенной надежды пойти и понюхать порох, увидеть настоящую жизнь. Бабель сам был человек от природы очень любопытный. И он пошел нюхать порох. В 18-м году он поступил на службу в ЧК. То есть официально был чекистом, но как бы в иностранном отделе. То есть был переводчиком. И что ему приходилось видеть, 18-й год уже довольно кровавый, что ему приходилось видеть там, будучи просто переводчиком, и ограничивались ли переводами эта его деятельность, большой вопрос. После этого он принял участие в деятельности продовольственных отрядов. Продовольственные отряды, напомню, это вооруженные люди, которые грабят село, которые приезжают, едут в любое направление продовольственной экспедиции, и насилием, иногда и расстреливая, выбивают из крестьян зерно. Зерно, которое отложено для того, чтобы самим печь хлеб, зерно, которое отложено на продажу, зерно, которое отложено для посева. Если забрать зерно, отложенное для посева, в следующий год просто будет голодный, смертельно голодный, потому что ничем другим кормиться нельзя. И вот в этом Бабель тоже принимал участие. Конечно, вот его когда колея, который он на стороне власти наблюдал за тем, как встает на ноги новый строй, через насилие, через репрессии, через грабеж встает на ноги этот новый строй, заставляет заподозрить его в том, что ему, став на сторону власти, понравилось ощущение свободы, которое это дает ему. После службы своей деятельности в продавательских отрядах, он поступил на службу в конармию. С 1920 года 1-я конная армия маршала, потом уже командарма в то время, Семена Буденного, которая вела польскую кампанию, сражалась на западе Украины с поляками и на востоке Украины. И именно его наблюдения за ходом этой войны с одной стороны прославили его, а с другой стороны, видимо, предопределили его дальнейшую судьбу, включая гибель его в репрессиях. Хотел вам немножко перебить собственно этот монолог цитатами из из конармии. Видимо, прежде всего, все-таки Бабель шел в конармию, как и как и в продотряды, именно из желания познать жизнь. Видимо, из того материала, скажем так, который я прочел, из тех воспоминаний, которые остались от других людей, о нем, включая его жену, друзей и так далее, это был человек очень не склонный к насилию, но при этом очень любопытный, который стремился человеческую душу познать и препарировать. Невероятно любопытный человек. И смерть, конечно, как естественная часть жизни, то, как люди убивают и как они гибнут, стало, наверное, самой такой драматической частью для него тоже. Конечно, то, как Бабель увидел революцию, то, как Бабель увидел гражданскую войну, воплощение большевистских проектов, именно из-за того, что он хотел честно разобраться в устройстве человеческой души, в устройстве всех процессов, сильно расходилась тем, как нужно было ее видеть в пропагандистских целях. Как хотели бы большевики, как хотел бы Сталин, как хотел бы Буденный, чтобы это все изображалось. И революционные казаки, которые секут шашками польских солдатов и офицеров и русскую контуру. У Бабеля говорят не всегда те вещи, которые в героических советских фильмах и книгах должны бы казаки и прочие солдаты революции говорить. Казаки вот думают о мировой революции, но воспринимают их через призму своих собственных суждений и лишений до и во время гражданской войны, а часто оказываются движимы вообще другими мотивами, то есть местью личной и часто это сын на отца, брат на брата. Иногда это корысть, потому что казаки у него мародерствуют и грабят, и села грабят, и церкви грабят, и людей обычные грабят, и друг с друга из поверженных врагов снимают и амуницию, и оружие, и одежду. И все это описано. А некоторые просто садизмом элементарным движимы. Некоторым просто нравится убивать. И об этом он пишет тоже. Вот в Кунарме, например, как казак со Ставрополью понимает суть ленинского наказа, разговаривая с каким-то белым офицером, который готовится порешить. Бог от нас, Халуев, ушился. Судьба наша индейка, жизнь наша копейка. Бросьте слова. И послушай, коли хочешь письмо Ленина. Белый офицер говорит ему, мне письмо? Никитинскому? Тебе. И вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. Именем народа читаю и до основания будущей светлой жизни приказываю Павличенко Матвею Родионовичу лишать разных людей жизни согласно его усмотрению. Вот, говорю, это оно и есть. Ленинское к тебе письмо. И вот эта честность, которую он описывает все происходящее на фронте и невероятный накал страстей, темперамент, с которым это делает, стоило ему потом многого. Книга попала в руки еще, видимо, в форме рассказов отдельных Буденному. Буденый был дико ей возмущен. Буденый, который командовал той самой Конармией. Он требовал запретить публикацию, он требовал Бабель арестовать, он требовал всячески пресечь эту деятельность его литературную. И Бабель защитил, взял под свой крыло тот же самый Горький, который утверждал, что нет здесь никакого памфлета, нет никакого высмеивания революции, а наоборот, это честный, искренний рассказ о тех людях, которые, в общем, за революцию сражаются. И в какой-то момент, читая все это, поскольку смерть присутствует, на самом деле, понятно, что это Конармия, понятно, что это война, и тут без смерти было бы странно обходиться, но очень не похоже то, как Бабель описывает гражданскую войну и войну вообще, на то, что там в Дед Гизе издавали, и что нам в школе преподавали, и как нам это в кино показывали и так далее. Здесь нету на этой войне ни хороших, в общем, ни плохих. И каждого можно понять. Жальче всего мирных людей, которым достается с обеих сторон. И здесь симпатия Бабеля не только на стороне своих соплеменников, а на стороне и польских мирных жителей, ксензов, крестьян, каждый из которых своя история, и по многим из которых вот эта война и революция проходится просто как молох, молох, и перемалывает их жизни и судьбы безжалостно. Опять же, складывается ощущение, что немножко, может быть, чересчур даже он упоен смертью, чересчур он упоен насилием. И на фронт он приезжает как бы жизнь познавать, но видно, что он меняется, преображается там. Будучи таким забитым, зашоренным достаточно еврейским мальчиком, он раскрывается на этой войне, освобождается от тех своих самых оков, комплексов, проклятий, судьбы. Становится храбрее, видит всякое, что с человеком может случиться. Тогда уже, видимо, присутствует, разумеется, и на не только штыковых каких-то или сабельных атаках, но и при прострелах, наблюдает за ними. И, видимо, приходит вот к какому-то пониманию, что именно умирание человека, гибель человека, а также возможность другого человека убить, то есть проявить какую-то высшую над ним власть, что-то такое про человеческую душу объясняет и раскрывает. И вот еще цитата из Кунармии. Собственно, продолжение той истории про белого офицера, который был, оказывается, бывшим барином этого казака. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу. И за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой я так выскажу. От человека только отделаться можно. Стрельба это ему помилование, а себе гнусная легкость. Стрельбой до души не дойдешь. Где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею. Я, бывает, врага час топчу или более часу. Мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть. И вот в этих словах, мне кажется, и казацкое отношение к возможности другого человека убить или даже замучить. Да, ясно, что на войне масса людей с поломанной психикой и садистов. Но еще и отношение Бабеля в гораздо большей степени. И это, мне кажется, наверное, больше бы объяснило ту страсть, которую он за смертью людей наблюдал. Не только за смертью. Правда, он был, судя по воскресению друзей, очень веселым человеком, очень компанейским человеком, невероятным рассказчиком, любителем, как я уже говорю, розыгрышей. Обожал детей. Был отличным отцом для дочки своей третьей. В отличие от первых двух детей, которых не видел практически. То есть, видимо, хотя собирался я эту лекцию произносить, описывая Бабеля как человека, просто одержимого смертью и насилием, почитав и лучше разобравшись в том, что о нем его друзья говорили, я прихожу к другому выводу самому же, что просто человек до крайности любопытный и любознательный, стремящийся человека со всех сторон узнать и рождение, и зачатие, потому что очень про отношения между мужчинами и женщинами, включая и страсть, и постель, много у него, и точно, и очень красочно, и емко. Вот человек, в общем, который действительно свое писательское предназначение понять человека, другого, ставил превыше всего. Ему приписываются и такие слова, когда кто-то из его знакомых услышал, что он собирается идти смотреть расстрел, сказал ему, что не пойдет. А Бабель ответил ему, зря. Это хоть и невкусно, но интересно. Наверное, возлагая на себя роль писателя, ты, может, действительно, обязан разобраться в человеческой жизни полностью, бескомпромиссно, не жалея себя, доставлял это удовольствие ему, сказать трудно. Он это часто делал, но женой, например, этим делился своей никогда. Еще вот несколько из Канармии. При этом нет никаких свидетельств о том, что он сам в этом принимал участие. Более того, он неоднократно писал и в дневнике своем Канармейском, и в Канармии, собственно, и друзьям сам рассказывал, что, будучи прикомандированным Канармией в качестве корреспондента военкора, сам оружие в руки, хотя и брал, но не поменял его даже в целях самозащиты. Есть у него занимательная сцена в рассказе после боя в Канармии, где сказано, что он скачет на врага, когда весь его эскадрон идет в сабельную атаку, а сам даже шашки не достает, потому что не может, не умеет убить человека. То есть он готов себя поставить под пули и под шашки, не дезертирует, не отступает, но сам ударить шашкой другого живого человека не умеет, не может. Вот в рассказе после боя выдержка. Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стягнул ветлый и обессилил. Ветер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня свой мокрый венец. Я изнемог и сагбенный под могильной короной пошел вперед, вымаливая судьбы простейшей изумений, умения убить человека. Он даже не находит все силы из милосердия застрелить раненого товарища, раненый телефонист кишки наружу и просит проходящего мимо бабеля застрелить его. Объясняю это так. Наскучит шляхта, то есть поляки, насмешку сделает надо мной. Вот документ, возьми, матери отпишешь, мои, как и что? Нет, ответил я и дал конюш поры. Долгушев разложил по земле синей лагони и осмотрел их недоверчиво. Бежишь? Пробормотал он сползая. Бежишь, гад. Испарина ползла по моему телу. Пулемет отстукивали все быстрее с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката к нам скакал Афонька беда. Еще казак один. По малости чешем, закричал он весело. Что у вас тут за ярмарка? Я показал ему на Долгушева и отъехал. Они говорили коротко. Я не слышал слов. Долгушев протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушева в рот. Афоня, сказала с жалкой улыбкой и подъехал к казаку. А я вот не смог. Уйди, сказал он бледнее. Убью. Он перенаписывает как человек неспособного убить даже из милосердия. Смог ли он это преодолеть в какой-то момент? Неизвестно. То есть смерть зачаровывала его, но он при этом оставался наблюдателем. Возможность реализовать свою власть как кавалерист, как солдат, как боец эскадрона, а возможно и как не только будучи корреспондентом рекомендированный конармия, а как возможно и чекист, потому что об этом тоже есть свидетельство определенное, он тем не менее этой возможности не пользовался. Больше того, когда видел как ченица какая-то несправедливость, казаки грабят костел польский, писал докладную начальство, за что казаков потом разносили. И это еще история интеллигента на войне. Человек, который готовится совершенно к одной жизни, потом желая, возможно, эту жизнь узнать со всех сторон и обрести определенную мужественность, расковаться, пытается заставить себя быть другим, пытается заставить себя как казак рубить шашкой, как казак быть беспощадным, не ставить не только свою жизнь, ни во что и на и чужие, и возможно так и не научается этому. В общем, пройдя через это все, Бабель возвращается домой, героем, романтическом образе кавалериста. Она некоторое время поселяется в Одессе, где работает над одесскими рассказами. Там у него немедленно складывается паста его настоящая, люди, которые молятся на его литературный талант, потому что первые публикации уже состоялись, которые считают его за гения, которые просят его научить, отрицензировать. Одесса небольшой город, и там боготворили талант, и актерский, и писательский, и жизнь его была совсем другой после этого. Но Бабелю не хотелось опочевать на лаврах, он хотел продолжать жизнь изучать. И изучал становление колхозов, желая написать про становление колхозов. В 30-х, в 30-м году ездил на Украину, желая больше узнать о коллективизации, и вернулся оттуда ужаснувшись, потому что это было то самое время, когда из-за коллективизации на Украине нашелся чудовищный голод. Писал о том, что не понимает, как можно такого скотского состояния не заводить живого человека. Не состояние собаки даже, а до состояния чего-то немлекопитающего. И в то же время, в те самые годы, он водил дружбу с партийными функционерами и главами республик, там и в Кабардино-Балкарии, обывал часто и в Абхазии, и был частым гостем Егоды, когда Егоды арестовали, частым гостем дома у Ежова. Являлась ли это его передачей своей души власти, скажем так, или он хотел эту сторону тоже узнать? Большой вопрос. Видимо, власть его, в общем, соблазняла, прельщала, он к ней подходил и в последний момент в общем останавливался. В отличие, скажем, от Горького, который все блага от власти принял, который принял на себя роль сталинского любимца, который от сталинского лица практически многие вопросы в культуре курировал, который жил в собственном имении в Горках-10, который был, в общем, не только там министром, неформально министром культуры, но и официально признанным при жизни святым, советским культурным и так далее. Бабель, в общем, все-таки пытался как-то это расстояние выдерживать. При этом, когда, например, третьего жену Антонину Пирожкову, инженер-метростроевец, красавица, сибирячка, построившая в час спроектировавшая станцию Маяковской, например, станцию Киевской и еще несколько станций Московской Павелецкой, я знаю, как любителю метро, это было приятно узнать. В молодом возрасте и не было еще 30, когда она проектировалась как математика, как инженер, он в нее влюбился, еще до того, как у них начался полноценный роман, он долго за ней ухаживал, больше года, ей как-то пришла повестка из НКВД. Пришла она потому, что среди ее друзей и ухажеров был член ЦК Авель Янукидзе, которого потом арестовали и посадили в тюрьму, обвинив в предательстве. Уже начиналась эта история с врагами народа, с поиском врагов народа. И она написала ему, будучи честной, хорошей, искренней женщиной, она написала ему в тюрьму письмо поддержки, сказал, что не верит в эти обвинения, считая, что это чудовищное заблуждение какое-то. Они тогда еще не понимали, что человеку вовсе не нужно быть виноватым для того, чтобы его арестовывать и расстреливать. После этого ей пришла повестка из НКВД с требованием явиться без объяснения причин и целей. Она показала это Бабелю, Бабель взял повестку и пошел туда вместо нее. После этого ее больше не дергали. То есть я думаю, что здесь дружба или знакомство, по крайней мере, с Егодой и с Ежовым сказались. И может быть, все эти годы он продолжал, то есть это, как разумеется, нельзя не подтвердить, не опровергнуть, продолжал сотрудничество. Не службу, да, потому что он занимался сбором материала, а сотрудничество с ЧК, там, ОГПУ, НКВД. Видел ли он зло, творящееся в стране, изгущающаяся в стране? Видел ли он, что Советский Союз не в то превращается, чем должен был становиться? Что тот Советский Союз, который обещали от лица власти людям, народу, поэты, кинорежиссеры, художники, писатели, что он не становится, не воплощается. Это книга Антонина Пирожковой, которая третья же набавили, из которой я немало почерпнул о нем интересного. И вообще, кстати, очень атмосферная, простым языком, очень живая вещь, написанная про жизнь в Москве, там, в 30-е, 40-е годы. Просто было очень интересно читать. В общем, сложный вопрос. Когда арестовывали первую волну партийных руководителей, по крайней мере, на кухнях, они еще позволяли себе сомневаться в том, что арестовывают их за дело. Потом настала очередь деятелей искусства. Прямо на съемочной площадке, в частности, например, был арестован режиссер «Веселых ребят», которым снимался «Утесов». Они ехали, Пирожкова как раз, и Бабель ехали к нему в гости на съемку в Крым. Им навстречу проехал автобус, которым везли арестованного Эрдмана, режиссера этого фильма первого. Драматурга, сценарист. И дальше, в общем, Махалик репрессий набирал оборот. Были арестованы многие их личные друзья, уже не из политического мира и не из АЧК, а из мира искусства. И после того, как в 1936 году умер, при довольно подозрительных обстоятельствах, вскоре после смерти своего сына Горький, скоропостижно отболев и скончавшись, из-за чего возникали подозрения, что он был отравлен на самом деле у ГПУ, Бабель сказал, теперь мне жить не дадут. Бабель умер в 1936, и после этого многие люди, которые были его протеже, и отказывались, в общем, восславлять партию и Сталина лично, безоговорочно, попали под удар. Еще несколько лет, Бабель имел возможность, кстати, эмигрировать во Францию, где у него проживала вторая жена с ребенком, но не сделал этого. Хотя несколько раз уезжал и жил там погоду. Вернулся в Москву и, видимо, понимал, чем кончится все дело. Боялся он только того, что когда его арестуют, в тюрьме не дадут ему работать. Работа у него шла очень тяжело, и из задуманных вещей, на которых он работал конец 20-х и 30-е годы, до нас дошли только несколько киносценариев, которые он к тому же перерабатывал чужие, все оригинальные не писал, и пьеса «Закат». Говорят, что он хотел, мечтал написать роман о ЧК. И говорят, что даже писал. И есть слухи какие-то, что вроде какая-то копия этого романа к Центральному комитету, чтобы читали и знали, как все есть. При этом понятно, что Бабель со своей маниакальной одержимостью правдой, истинной точностью, искренностью вряд ли мог бы правильный роман про ЧК написать. Хотя, с другой стороны, ему приписывают слова о том, что чекисты просто святые люди. Не знаю, что тут можно иметь в виду. Может быть, не подкупность, только преданность делу революции, но, почитав все остальное, что о нем доступно, я немножко в этих словах не сомневаюсь. Может быть, искажены. Другому они противоречат. Бабель был арестован 15 мая 1939 года на своей даче в Переделкино, в которую незадолго до того въехал. Все его архивы были изъяты при аресте. Сначала чекисты заехали за его женой в Москве, чтобы она постучалась к нему и своим голосом попросила открыть. И к ней вломились в 5 утра. И вот в ранние утренние часы, после обыска в Николаево-Робинском переулке, где у них была квартира, комната, их отвезли в Переделкино и, заставив ее попросить открыть его дверь, вошли чекисты, изъяли все рукописи, все архивы. Эти архивы до сих пор не найдены. Родственники Бабеля, Бабеля веды, а он очень известен и у нас, еще больше, наверное, даже известен за границей, потому что он говорил на иностранных языках, часто общался с французскими писателями, с французскими писательскими организациями, в частности, с Андре Жидом, Андре Мольро, был очень известен и до сих пор очень известен во Франции, особенно, в Германии, в Америке. И эти люди, разумеется, пытались узнать, куда делись все папки с рукописями, которыми он работал. Конконарме написано в 20-х, одесский рассказ написано в начале 20-х, чем он занимался там 15 лет после этого. Все это время он писал на самом деле. Но мы не знаем, мы не узнаем, что именно было им написано, о чем был ли это роман о чекистах, был ли это роман о коллективизации, о котором собирался писать, все было изъято, возможно, уничтожено. Сам Бабель сидел некоторое время в тюрьме, его держали там живым, выбивая из него пытками признание в сотрудничестве через Оренбурга с иностранными разведками и через Андре Мольро с французской разведкой и так далее. Он под пытками дал слабину, оговорил своих товарищей, когда пытать перестали, требовал признать, что все эти показания были даны под пытками. В феврале, по-моему, 40-го года его расстреляли. Сам он считал, что его дело кончено после того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Когда он понял, что в Советском Союзе больше не нужна симпатия Европы, что судьба Европы в очень большой степени предрешена, что Советский Союз будет делить ее между собой и Германией, не нужно больше держать живого Бабеля, который мог бы некоторое положительное впечатление производить на страны Запада. В этот момент он сказал, ну, теперь мне конец. И в феврале 40-го года, через день после приговора военного трибунала, он был расстрелян. Прах был захоронен в первой общей могиле Зонского кладбища. И при этом еще 10 лет спустя семье лгали про то, что он жив. Официальный приговор, который был оглашен членом семьи, звучал знакомым многим из вас 10 лет без права переписки. И хотя часто это значило расстрел, оставалось надеждой, что этот человек жив. Жена его, Антонина Пирожкова, неоднократно обращалась в НКВД с просьбой рассказать, где, что и как. Ей говорили, что он жив, что он в лагерях. В 40-м году говорили, в 41-м году говорили. И так вплоть до конца войны и еще после конца войны продолжали поддерживать иллюзию, что человек жив. Подсылали каких-то провокаторов, которые утверждали, что видели его в лагерях. Кто-то якобы с ним сидел, кто-то был в нем на этапе и так далее. То есть люди жили в надежде в то время, как Бабель давно уже покоился на Донском кладбище. В общем, погиб этот человек, потому что слишком близко к власти подошел. Из своего любопытства, из того, что хотел во всем разобраться, и понять устройство всего и человеческой жизни, и человеческой гибели, и право, и ощущение людей, убивающих других людей, и ощущение людей, имеющих безграничную власть над душами и телами других людей. Или погиб он от того, что поверил искренне в коммунистический проект, в обещание вот этого нового мира вместе с другими. Вопрос, мне кажется, до сих пор не отвечен. Вместе с ним были многие другие репрессированы. Если Маяковский там застрелился, Есенин застрелился в 20-х, то одновременно практически с Бабелем там был арестован Мейерхольд. И под пытками дал признательные показания и был расстрелян. Михаил Кольцов, тоже Бабелевский друг, арестован и расстрелян. Многие другие, те, кто помогал создавать советский миф, помогал строить в воображении людей этот новый, счастливый, прекрасный мир, создав его на бумаге, создав его в кино, были после этого арестованы и уничтожены. В какой-то степени, может быть, в этом даже есть и логика, потому что нужно было выкосить целое поколение людей, создававших вместе со Сталином революцию, нужно было выкосить целое поколение людей, создававших этот миф, и выкосить целое поколение людей, воевавших за революцию, чтобы пришло новое поколение, уже ничего не помнившее и не видящее своими глазами, а поверившее целиком в миф о всеобъемлющей, могучей всенародной революции, воспринимающей историю российскую, царской России, исключительно в том ключе, в который подавали ее советские мифологи. И на самом деле Сталину это удалось. Я 79-го года рождения, и, конечно, я полностью в школе и в детстве рос в этой, на самом деле, выморочной, придуманной, сконструированной системе координат, которая для нас была талантливейшими людьми сооружена. Там один шрифт Родченко плакатный, и советские плакаты, и реклама Маяковского, и кино Эйзенштейна, это уже создает какую-то до тех пор не существовавшую систему координат восприятия мира, ощущение вот этого самого грандиозного, счастливого советского проекта, нового мира, в котором мы все с вами существовали, и многие продолжают, как мы видим, в телевизоре существовать. Верят в то, что это, в общем, и был мир, в котором мы жили. Хотя на самом деле он ровно настолько же состоял из миллионов людей, погибших во время коллективизации, от разверстки в Голодоморе, в лагерях, и за этой утопической, ротченковской ширмой были антиутопические задворки. Так или иначе, многие из тех авторов, из тех артистов, из тех гениев, которые помогали в воображении людей создавать новый мир, за это поплатились. Многие, подлетев к желанному пламени власти погреться, в нем сгорели. И многие закончили свою жизнь в печах крематория, на которые ходили смотреть из любопытства. Среди них и гений Исаак Бабель. Дмитрий, здравствуйте. Вопрос такой. Вы когда засчитывали последний отрывок, вы сказали, что, ну, то есть Бабель там сам говорил, что ему не хватало, чего-то не хватало для того, чтобы сделать шаг и убить человека из милосердия. Я это расцениваю как слабохарактерность такую небольшую. И сразу после этого вы сказали, что он вернулся с военным героем. Хотелось бы понять просто, что же он такого героического там сделал. Ну, он через эти ситуации прошел. Знаете, слабохарактерность это или нет, это вопрос непростой. Я не знаю, как я бы себя повел на его месте. Я тоже никогда не убивал человека и даже на охоту не ездил именно из этих соображений. Мне кажется, взять и убить там млекопитающие, это не такая простая задача, в принципе. То есть жизнь принуждает, да. Если в тебя стреляют, допустим, ты можешь выстрелить в ответ. Но убить своего товарища, да, чтобы он не мучился, просто взять ему вложить вот так в рот ствол и выстрелить, не так просто. Но это не значит, что он был трус, да, потому что там описаны и картины, где он, не вынимая шашку из ножен, скачет просто на неприятеля, который идет по ним огонь. То есть он даже не берет, не пользуется возможностью ответить или защитить себя. Готов умереть, но не готов убивать других. Опять же, поскольку Бабель мифоман, да, и мистификатор, мы не знаем, насколько он соответствует своему лирическому герою. Он неоднократно говорил, что он не биографические вещи пишет. Там, где сказано «я», это очень ящик, это он. Трудно, поэтому однозначно дать ответ на этот вопрос. Тем не менее, он прошел два года, провоевал с Кунармией, ну и был во всяческих ситуациях, совершенно очевидно, многократно рисковал жизнью, попадал под пулеметный огонь, под артиллерийские обстрелы и в сабельных атаках бывал. Конечно, тут нужно храбростью обладать, в особенности, родившись тем, кем родился Бабель. Как по-вашему, почему он после 20-х годов больше ничего не писал и не опубликовал? Вот, видимо, писал и явно собирал материал вообще. Из того, что я прочел из его собственных дневников и из воспоминаний других людей о нем, у него очень трудно шел процесс этот. Он был невероятно перфекционистом. То есть один рассказ на полторы страниц он мог месяц писать, полтора месяца, два месяца. Доводил его до какого-то совершенно невероятного совершенства, отсекал все лишнее. Рассказы короткие не потому, что нечего сказать, а потому, что он хочет только самую суть оставить, вот такую звенящую струну натянутую. Нет в них ничего, не относящегося к делу. Каждое слово продумано, прожито по нескольку раз. То есть вообще не графоман, не человек, который должен писать просто для того, чтобы писать, ему доставлять удовольствие этот процесс. Видимо, очень тяжело шло. И видно, насколько вот каждый его рассказ, это дистиллят, насколько это концентрат всего прожитого, много раз переработан, прежде чем это наконец ложится на бумагу. Никогда не публиковал ни одной вещи, которая бы не нравилась ему полностью и запрещал публиковать рукопись, которую же отдал в журнал, если вдруг выкрадывал их обманом обратно, не давая публиковать, если вдруг начинал в них сомневаться. Очень серьезное отношение к своей прозе. И писал, собирал материалы для этого романа про ЧК, наверное, собирал точно материалы для романа про коллективизацию, и был у него, готовился сборник «Новый рассказ» назывался. Может быть, подведение итогов его жизни на 30-е годы в России. Но был изъят при обыске ОГПУ, НКВД, или уничтожен, или похоронен навсегда в архивах этой организации, потому что содержал, очевидно, какую-то отчаянную антисоветчину. Дмитрий, добрый вечер, спасибо вам за вашу очень содержательную лекцию. С вами и вашим творчеством я познакомился еще, живя в Сибири, вы лет 7-8 назад, ваяж у вас был такой, Новосибирск, Ангарск, Аркутск, 2009-м, да-да-да. Так вот, вопрос такой. Как-то здесь была презентация книги, вот большая книга, издательства Велены Шубиной, и приехал немножко запоздавший Дмитрий Львович, и вот он сказал, что, ребята, а вы знаете, сейчас идет огромная волна 20-летних писателей, и через несколько лет они всех нас сметут, и меня в том числе, сказал он. Вы не считаете, что на самом деле идет такая волна других писателей с другими мыслями, с другими позициями, что... А как вы будете противостоять им, если будете? Нет, ну, во-первых, Быков лучше знает 20-летних писателей, чем я. Вот я-то, поскольку малообразованный человек, я все классику добираю, да, учусь у старших товарищей, скажем так. То, что приходит новое писательское поколение, это естественно и нормально, да, у нас довольно долго, ну, кроме, в общем, Пелевина и Прилепина, никого-то и не было, да, и скорее даже Пелевина, чем Прилепина. Вот человек, который, в общем, сделал выжимку, ну, пока не спекся, сделал выжимку из всей нашей, в общем, жизни абсурдной, да, и как раз абсурд ее, и какую-то условность, вот эту модернистскую лучше всего, наверное, выразил. Остальные, в общем, не настолько, мне кажется, в точку попадали, да, и были слишком частные, наверное, да, не слишком, они достаточно общие. Тем временем многое произошло. И литература, как мне кажется, помимо всего прочего, должна осмысливать жизнь. И в этом, наверное, первостатейная задача. Осмыслить эпоху, осмыслить суть человеческой жизни в данное время, да, и в том, что происходит сейчас, увидеть признаки того, что происходили всегда, да, отчастно, опять же, к общему пойти. Ясно совершенно, что сейчас столько с нами на А происходило, за последние два года только, да, сколько за последние 20 не творилось. И все это нуждается в осмыслении. Могут ли люди старшие осмыслить? Безусловно, могут и должны, да, потому что у них есть перспектива. Одно дело, ты прочел о чем-то в книжке, а другое дело, ты прожил, да, и был там, и дышал этим воздухом, и с людьми разговаривал, в очередях там стоял, а потом, не знаю, по темным улицам от метро перебежками, потому что там, чтобы не отняли, не знаю, там, кошелек с рублями вот такой толщины и так далее, да, а потом там сытые двухтысячные, а потом вот наши новые надвигающиеся на нас, видимо, бедности, этот дурман весь пропагандистский и так далее. Но с другой стороны, молодежь, которая не знала Советского Союза вообще, для меня это детство, это детские, счастливые, идеализированные образы. Как, например, для Прилепина, кстати, тоже, да, который на 2 года старше всего, и тоже фактически только маленьким ребенком, ну там, ребенком, подростком был в Советском Союзе. А есть люди, которые, ну, вообще, вне этой системы коррят находятся, и сейчас они сидят в этом зале, для которых, как какие-то байки, там, телефильмы, но есть нечто несуществующие, рассказы, там, родители, как, там, для моего поколения, там, все истории про войну, да, там, про послевоенное детство и так далее. У них, разумеется, будет новый взгляд, и в этом трагического нет ничего, а в этом это естественно и здорово. Они говорят на своем языке, по-своему, исковерканном, да, не так, как мы его коверкаем, не так, как коверкали его, там, 70-е годы, например. Противостоять этому бессмысленно и не нужно. Литература должна быть живой и должна отражать и подводить какой-то итог к тому, что происходит. И новые люди на новом языке расскажут о новом времени. И это останется навсегда. Дмитрий, с большим тоже удовольствием прослушал вашу лекцию. Прекрасно, получил много информации. Вот я хотел, да, и вы уже возвратились к Бабелю. Не есть, и вот я сейчас просматриваю уже рассказы, которых там, сколько, 39, 50 хотел написать. Ну, и вот один почитал, второй там, выборочный так. И вроде бы ничего там, в принципе, таких шедевров нет. И вот не есть ли это вот сейчас очередной миф, в том числе с Бабелем, то есть советских отодвигаемых, которые там прижились при советской власти, ну, вот, например, во главе с Горьким, а беремся за расстрелянных писателей, и сейчас их возводим как знамя, значит, а потом ситуация сменится, опять Бабеля забудем, опять он не гений, то есть не произойдет ли переоценка ценностей. Спасибо. Спасибо большое. Знаете, я вам так скажу, что у меня дедушка художник, дедушка мне так отоскал. Митяха, это так я Митя, я не Дима Митя. Митяха, ты не представляешь себе, сколько людей идиоты, сказала мне. Вот никто ничего, ни черта не понимает, ну, мелодию про картины. И ты, говорит, это еще увидишь и убедишься в этом. Действительно, очень много людей, они просто следуют за тенденцией. Вот ты сказал, что сейчас это хорошо, ну, допустим, хорошо, ты сам не способен или не хочешь увидеть, но особенно в современном искусстве визуальном это заметно. То есть там настолько все субъективно и настолько все подвержено интересам, не знаю, там, галеристов, кураторов, бизнесменов, которые покупаются в этот рынок, никакого объективного суждения вообще невозможно сделать. Но если говорить о Бабеле и о Горьком, то Горьке, безусловно, гений. То есть, ну, просто нас немножко перепичкали в свое время, да, поэтому мы уже не способны его как-то воспринимать даже объективно. А что касается Бабеля, то я не знаю, есть ли тренд на Бабеля и на расстрелянных, но я начал читать Бабеля, не зная, что он, ну, там, несколько лет назад, да, забыв уже со школы, что человек был репрессирован. Просто взял, повторюсь, чтобы не, значит, не было стыдно на фестивале Бабеля в Одессе, не читав его рассказывать, начал читать и просто, ну, он был ослеплен. То есть это никаким образом не конъюнктурная история. Надо вчитываться. На самом деле это в очень большой степени. То есть он очень приблизился к совершенству. Но совершенство просто в понимании Бабеля, это не значит какую-то прям уж метафора. Наоборот, чем более он взрослел и чем более зрелым становился, тем меньше метафора, тем меньше какого-то своего собственного, своей собственной трактовки, интерпретации он складывал авторское, да, просто давал собой, людям видеть то, что он видел. Однажды Бабель сказал следующее про Толстого. Толстой великий писатель, прежде всего потому, что кажется, читает Толстого, что им, Толстым, как ручкой, как карандашом, как кистью, пишет целый мир. Не важно, как это сказано, да, то есть ты даже не должен отвлекать читателя какой-то слишком сложной формой или метафорами какими-то уж чересчур цветистыми от сути того, что ты излагаешь. Ты должен людям просто свое ощущение мира, понимание каких-то истин, устройства жизни через описываемые ситуации, через взаимодействие героев, персонажей передать. И Бабель к этому, в общем, шел и пришел, да, более ранние рассказы перегружены, метафорикой, более литературные, а более поздние как раз очень скупые, такие минималистические, но почитайте вот эту Кон-Армию, просто перечитайте, и там что не страница, то какая-то такая вещь, которую забыть возможно. У Шаламова так же в колымских рассказах, он через другое совсем прошел, но это вот еще один автор, который меня совершенно в последние годы поразил и там перетряхнул мою картину мира. Надо Бабель, в общем, читать, Шаламову читать, Платону читать, чтобы лучше понять, что такое вообще Советский Союз, по крайней мере, Советский Союз 30-х и 40-х.